ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР БАРУХАШЕМ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ БЛАГОСЛОВЕННОЕ ИМИ ГОСПОДНЕ МИР ВАМ, СИНТИЯ МАРДЖЕРИ Сегодня мы снова будем погружаться в божественную любовь, в тайну песни песней. И сегодня мы в частности поговорим о тайне того, как мы можем быть партнером Бога в отношениях любви. Поведай нам об этом. Именно для этого Он нас и сотворил. Есть причина, по которой Он насадил вас во Вселенной именно в это время и в этом месте. Он знает, что для того, чтобы исполнить божественные цели, связанные с Его возвращением на Землю, нам необходимо быть в партнерстве с Ним. Открой нам эти отношения любви. Аминь, ты знаешь, я думаю, что в центре этой цели любовь. Она является самой главной целью. Несмотря на то, что мы должны исполнять то, что Он предназначил, и это простекает из наших отношений с Ним, но в центре всего Его отношения с нами, как жениха с невестой. Трудно говорить о браке с Богом, Бог — личностей, а Бог — это личность. Когда я узнала, что слово «познать», Он желает познать нас, а мы его используются для брака, я осознала, насколько глубока эта любовь. Господь, мы возносим к Тебе свои сердца. Мы продолжаем наше путешествие в тайну Песни Песней. Это одна из самых прекрасных книг во всем Слове Божьем. Древние раввины относились к этой книге как к святому святых Библии. Почему они считали, что книга Песня Песни — это святое святых Библии? Потому что когда мы представляем святое святых сначала в Скинии, а потом в храме, то именно там, во святом святых, больше всего ощущалась близость с Богом. И книга Песня Песни, больше, чем любая другая книга в Писании, открывает нам глубину любви, которую Бог чувствует к нам эмоционально. Мы окунемся в Божьи чувства к Его народу и в то, какие чувства к Нему Он желает вызвать в нас. Я настоятельно рекомендую вам прослушать предыдущие две проповеди этой серии. Я заложил основания, которые вы не должны упустить. Это изменит и вашу жизнь. Много лет назад я проповедовал 50 проповедей на эту книгу и до сих пор получаю письма от людей, что это учение изменило их жизнь. Начнем мы с того, на чем остановились в прошлый раз, а именно на третьем стихе. После того, как Суламита взывает к возлюбленному о том, как сильно она хочет пережить его любовь, ощутить его объятие, она говорит следующие слова. «Влеки меня, мы побежим с тобою». Эта молитва содержит в себе две просьбы. Послушайте еще раз. «Влеки меня, мы побежим с тобою». Сначала она просит его, чтобы он целовал ее, и затем влеки меня к себе. И побежим с тобою. Ты для меня так прекрасен. Я так сильно жажду, чтобы ты был моим партнером в жизни. Я хочу ходить с тобою. Я хочу знать себя как лучшего друга и как самого близкого и любимого, как того, кто возлюбил мою душу. Я хочу ощущать твое присутствие в своей жизни. Ничего не хочу делать без тебя. Я хочу ощущать, что ты рядом, и ходить за руку с тобой. Я хочу, чтобы ты был реальнее для меня, чем мой брат, сестра, мать и отец. Господь, я жажду тебя более всего на свете. И она взывает, «Влеки меня, влеки меня к себе». Давайте сравним это с тем, что Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6 главе. Тут Иисус говорит о том, что мы должны есть его плод и пить его кровь. Он называет себя хлебом жизни, сошедшим с небес. Большинство из тех, кому он это говорил, реагировали так. Но как можно это слушать? Это его утверждение действительно было сложно принять, и многие отвернулись. Остались лишь немногие. Иисус обратился к оставшимся, «Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца». Как раз перед этим он сказал, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». Суламита взывает, «Влеки меня к себе». И также Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». Поэтому наша способность прийти к Богу, быть на его лоне и переживать его любовь, зависит и от него. Хотя это мы должны сделать выбор, но это он должен привлечь нас к себе. Я хотел бы сделать небольшое отступление и сказать некоторым людям, кто обижается на то, что я в своих проповедях говорю, «Послушайте». Я говорю, «Послушайте», когда хочу привлечь ваше максимальное внимание. Потому что я знаю, что после того, как вы слушаете кого-то в течение 20 минут, от монотонности ваши мысли могут куда-то улететь. Поэтому, чтобы снова вернуть ваше внимание, я иногда говорю, «Послушайте», чтобы вы не пропустили важный материал. Я хочу, чтобы мы поразмышляли о концепции того, что Бог должен привлечь нас к себе. Суламита взывает, «Отец, я так хочу тебя познать, хочу ощущать себя. Влеки меня к себе». Она осознает, что это зависит от сверхъестественного Божьего вмешательства, от силы Духа Божьего. Только сверхъестественное вмешательство сможет привлечь ее к близкому познанию Бога. Она знала, что без Божьей инициативы ничего не произойдет. И именно это имел в виду Иешуа, говоря, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Я хочу выделить здесь два практических для нас пункта. Во-первых, наше сердце должно быть в таком положении перед Богом, когда мы осознаем, что для того, чтобы мы пришли к Нему, Он должен прежде привлечь нас к себе. Мы должны пребывать в смирении и позволить Ему привлечь нас к себе. Я призываю вас использовать эту фразу в своей молитве к Богу. «Отец, влеки меня к себе». Я хочу познать тебя. Влеки меня. Мы полагаемся на Него, чтобы нам познать Его. Помните, Иисус спросил Петра, «За кого почитает Меня народ?» Тот ответил, «Ины за Иоанна Крестителя, ины за Илью. Кто я для тебя?» Петр ответил, «Ты Мессия. Ты помазанный. Ты Сын Божий». И как же на это отреагировал Иисус? «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, существующий на небесах». То есть Иешуа говорил Симону, «Ты получил это откровение обо Мне несобственным умом. Ты благословен, потому что Мой Отец открыл это тебе». Откровение получают лишь те, кому Отец дает это откровение. Иисус говорит, что к Нему приходят лишь те, кто слышали от Отца. «Я хочу, чтобы вы пребывали в смирении и осознавали, как сильно вы зависите от Бога, от Его благодати, чтобы Он даровал вам Своё откровение и привлек вас к Себе». Ведь это единственный путь, только если Он Сам привлечет нас к Себе. Но я хочу сказать еще кое-что. Несмотря на то, что мы взываем к Богу, привлеки нас к Себе, необходимым элементом все же является и то, что как бы парадоксально и противоречиво это не звучало, мы должны сделать выбор прийти к Нему. С одной стороны, это суверенная воля Божия привлечь нас, но, с другой стороны, мы должны сделать выбор. Вот что в нас уникально. Ни растения, ни млекопитающие не имеют свободной воли. Ни птицы, ни рыбы не имеют свободную волю. Они не имеют способность в разуме отличать добро и зло. Они не могут мыслить так, как мы с вами, сотворенные по образу Божьему. Они не способны делать обдуманный выбор. Мы с вами сотворены уникальными, сотворены по образу Божьему. И одно из того, что делает нас уникальными, это то, что Бог даровал нам свободную волю, в отличие от остального творения. Однако в первых двух главах бытия мы видим интересный факт. Что бы ни творил Бог в этом мире, Он говорил «хорошо». Он видел растения и говорил «хорошо». Бог видел животных и говорил «хорошо». После каждой части творения, Бог смотрел на свое творение и говорил, что это было хорошо. Единственный раз, когда Бог не сказал «хорошо», было после сотворения человека. Почему? Потому что все другие творения Божьи были совершенны. То есть Он полностью закончил свою работу над ними, и когда сотворил растения, и когда сотворил животных, но когда Бог сотворил нас с вами, работа не была завершена. Она завершена лишь тогда, когда мы в своей свободной воле выбираем Его, чтобы нам войти в полноту того, кем мы можем быть. Парадокс в том, что Бог создал нас, и Он должен привлечь нас к Себе, а мы, в свою очередь, должны выбрать то, чего Он так желает. А Он желает иметь настолько близкие отношения с нами, что даже не объяснить словами. Но для того, чтобы это произошло, мы должны постоянно, каждый день, сознательно, всем сердцем, делать выбор быть с Ним. И когда мы становимся настолько близки к Богу, насколько это только возможно, вот тогда работа завершена, и Бог говорит «хорошо». Поэтому для того, чтобы войти в отношения с Богом, которым мы призваны, мы должны сделать осознанный выбор. Мы часто сконцентрированы на внешнем. Но если мы хотим найти Отца, то мы найдем Его глубоко внутри. Кому из вас Бог проговорил об этом? Я хочу сейчас помолиться о всех вас. Я прошу сейчас выйти вас вперед. Я прошу вас выбираться из суеты. Каждый день проводите ваше время наедине с Богом. А вы можете включить спокойное поклонение, чтобы пребывать с Ним в тишине. И когда вы будете с Ним наедине, Отец успокоит вашу душу, и вы начнете пить из Его Духа. И вы научитесь слышать Его голос и следовать за Ним. Пожалуйста, сейчас поднимите руки. Принимайте благословение от вашего Небесного Отца. Отец Бог, во имя Иешуа, я хочу пить из твоего Духа. Я хочу принять тебя в свою жизнь так глубоко, как никогда раньше. Освежи мой Дух. Я хочу переживать сверхъестественную реальность с тобою. Я хочу знать тебя, Господь. Библия говорит, что весь мир существует в нем. В Деяниях сказано, что мы им живем, и движемся, и существуем. Бог держит в Своих руках все творение, так говорит нам Слово Божие. Если Он перестанет держать все творение, начнется полный хаос, и мир разрушится. Он все объемлет своей силой. Все творение под Его контролем. Но несмотря на то, что Он во всем творении, между Ним и нами, чувствуется пропасть. она будет до тех пор, пока мы не выберем быть с Ним в единстве. Поэтому мы с Ним, мы в Нем, потому что Он держит силой Своей все творение. Все Его творение в Нем. Мы с вами в Нем. Но Он призывает нас к единству с Ним, к единению с Ним. Это происходит только когда мы с вами в течение нашей жизни выбираем Его, потому что любим Его. Это требует усилий, требует работы, жертвы, отречения от эгоизма, требует того, чтобы мы принимали решение на основании того, что правильно, а не на основании того, что нам хочется. Несмотря на то, что мы как творение всегда в Нем, но если мы выбираем Его, то мы в Нем уже на совершенно новом уровне. Мы соединены с Ним. И это глубокая тайна. Нам важно понимать, что мы в Боге, но между Ним и нами есть и разделение. Бог призывает нас к полному единению с Ним. Но глубокая тайна в том, что даже когда мы с Ним в полном единении, все равно в каком-то смысле между нами пропасть. Я знаю, это трудно понять. В том смысле, что каждый из нас — Личность. Бог — Личность. И Он сотворил нас с вами по Своему образу со свободной волей. И даже несмотря на то, что нам предназначено стать едиными с Ним на брачном пире Агнца, но между нами все равно есть разделение. Не в смысле разделения в отношениях, но в смысле того, что Бог как Личность уникален, и мы тоже уникальны. Иначе говоря, Бог не может быть в отношениях любви с роботом. В этом вся красота, что каждый из нас по-своему уникален как Личность. И поскольку мы разные, и Бог хотел, чтобы мы были разными, чтобы между нами существовали реальные отношения. Я постараюсь объяснить. Хотели бы вы, чтобы ваш муж или жена были точно такими же, как вы, имели такие же эмоциональные характеристики? И какое бы предложение они не сказали, вы бы сказали точно так же. используя те же слова и таким же тоном, чтобы они не имели желаний уникальных для них. Нет. Вам нравится тот факт, что они от вас отличаются. Благодаря этим различиям вы цените друг друга и наслаждаетесь друг другом. Так же и в наших отношениях с Богом. Бог наслаждается нашей уникальностью. И мы всегда будем разделены тем, что мы уникальны как Личности. Но в сердце мы соединены с Ним так, что Он в нас, и мы в Нем. По мере того, как мы выбираем Его, и становимся все ближе к Нему. Итак, мы продолжаем. Она говорит, «Влеки меня!» Она желает быть на Его лоне. Только что мы закончили говорить о том, что для того, чтобы это случилось, Бог должен привлечь нас к себе. И в последней части третьего стиха она говорит, «Мы побежим с тобою». «Влеки меня к себе, Господь, и мы побежим с тобой». Итак, что же означает фраза «И побежим с тобой»? Послушайте, она хочет быть вместе, быть партнером того, кого она любит. И мы с вами хотим быть вместе с Богом, хотим быть в партнерстве с Ним. Мы хотим быть партнером Хошема по жизни, быть в единении с Ним, быть Его партнером в выполнении Его миссии. Она говорит, «Влеки меня к себе». Она хочет быть частью Его команды. Она желает стоять рядом, трудиться вместе и быть с Его партнером по жизни. «И побежим с тобою». То есть, вторая часть ее молитвы, «Я хочу быть с твоим партнером в твоей миссии по жизни». Позвольте задать вам вопрос. Вы хотите быть партнером Иисуса в Его цели в этом мире? Отец послал Иешуа в этот мир и дал Ему миссию, дал Ему цель. Бог желает, чтобы Его дети пришли к Иисусу и были Его партнером в Его цели. Иисус сказал, «Как послал Меня Отец, так Я ныне посылаю вас». Он хочет, чтобы мы были с Ним партнером в Его цели. Суламита говорит, «Побежим с тобой». Она, как невеста, хочет быть партнером царя в Его цели. Она желает быть с Ним в Его делах, быть Его партнером. Она хочет быть в Его команде. И Бог Отец хочет, и это видно, когда мы смотрим на сердце возлюбленного Суламита, чтобы мы разделяли с Ним Его цель в этом мире. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Нельзя разделять любовь к Богу и труд для Бога. Я повторю, мы не можем разделять любовь к Богу и труд для Бога в этом мире. К сожалению, я думаю, что некоторые верующие думают, что любят Бога только потому, что они ходят в церковь, и когда играет музыка поклонения, они поднимают руки, и им хорошо на сердце. При этом они убеждают себя, что они сильны в вере. Но при этом они не исполняют Божий труд в мире, они не свидетельствуют. Иисус сказал, «И будете Мне свидетелями». Но эти люди не являются светом миру. Иисус желает, чтобы мы были как светило в мире, чтобы люди вокруг могли видеть вашу любовь к Нему. Если вы просто хороший человек, но вы при людях не упоминаете имя Иисуса, люди просто думают, что вы хороший человек, сами по себе. Возможно, вы привлечете людей к себе, но не к Богу. Нельзя разделять любовь к Богу и труд для Бога. Она говорит, «Побежим с тобой». То есть, давай делать все вместе. У нас есть поручение от Бога в этом мире. Господь сказал, что мы Его свидетели на этой земле. Он сказал, «Вы примите силу и будете Мне свидетелями». «Вы будете творить добрые дела во имя Мое». И, видя это, люди будут приходить к Отцу. В конце жизни Иисуса, в 17 главе Евангелия от Иоанна, Иешуа показал свою любовь к Отцу и то, насколько его сердце посвящено Отцу. И затем он сказал, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил Мне исполнить». Таким образом, любовь Иисуса к Отцу была связана с тем, что Он совершал работу для Отца. Также Церковь должно быть и у нас с вами. Мы не можем просто говорить, что любим Отца. Мы должны исполнять то, что Он нам предназначил. Мы должны исполнить свою миссию. У нас есть цель в этом мире. И эта цель такая же, как та, о которой мы читаем в «Песне Песней» 1 главе 3 стихе. Во-первых, она молится. «Влеки меня к себе». Наша первая цель – познать Бога. Мы должны знать Его и переживать Его. И вторая цель – говорить другим людям о Боге. Она говорит, «Влеки меня к себе». «Я хочу знать тебя и помоги мне идти вместе с тобой по жизни». А что значит идти с Богом? Делать все, чтобы Евангелие было проповедано по всему миру, и тогда придет конец. Бог желает, чтобы мы были Его свидетелями в этом мире. Отец, мы любим тебя и хотим познать тебя и говорить о тебе другим людям. и мы просим Твоей милости. Сойди на нас и освети нас силой Святого Духа. Мы просим, обрежь наши сердца, чтобы мы отделили себя для тебя. Дай нам благодать, Отец, чтобы мы всем сердцем посвятили себя тебе. Пусть слова в наших устах и помышления в наших сердцах будут угодными тебе. Отец Бог, мы молимся о силе Духа Святого приносить тебе плоды в этом мире, чтобы мы могли творить добрые дела и чтобы люди видели в нас Иисуса. Пусть в нашей жизни отражается Твоя любовь. Помоги нам являть людям Твою любовь и сострадание. Ты так нужен. Обрежь наши сердца, чтобы в нас горел огонь Духа, и чтобы наши сердца горели для тебя и Твоей славы во имя Иешуаха Машеаха. Аминь. Друзья, я надеюсь, вы начнете размышлять о моих словах. Возможно, вы уже начали делать заметки, а песни-песни не так много проповедуют. Я верю, это учение по-особенному послужит вам. Заметки к проповеди вы найдете на нашем сайте. Можете даже пригласить друга, чтобы вместе смотреть эту серию. Если вы пропустили предыдущие программы, обязательно посмотрите их. Я, Равин Шнайдер, благословений и шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы получаете назидание вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения царя Иисуса. Когда ракета взлетает с Земли, ей нужно пробиться через гравитационное поле, чтобы достичь невесомости. Точно так же, возлюбленные, есть вещи, которые мы с вами должны сделать, чтобы обрести свободу Вышива. Иисус сказал, «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Чтобы потерять свою жизнь, жить в жертвенности, давать, мы должны пробиться через сопротивление жадности и эгоизма. «Возлюбленные, я хочу, чтобы вы применяли этот принцип в своих финансах. Вам может казаться, что я просто прошу денег, но я делюсь с вами истиной». Я скажу так, «Все мы должны давать и чтить Господа своими финансами». Если это служение было благословением для вас, то сделайте жертвенный дар Господу через программу «Узнавая еврейского Иисуса». Спасибо. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4-5-3-7-ки. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.